Ксения Афонина второй год занимается вокалом в детской школе искусств. Девушка часто ездит на конкурсы, занимает призовые места. Последнее ее достижение – звание лауреата третьей степени на международном фестивале эстрадной песни «Взлетай» в Нижнем Новгороде. Несмотря на большой концертный опыт, перед выступлением Ксюша волновалась. Мне кажется, все перед выступлением волнуются. Это любой участник, любой артист даже. Но это живые эмоции. Я не знаю, когда выходишь на сцену, оно пропадает. Вместе с Ксюшей на конкурс ездили и другие воспитанницы вокального отделения детской школы искусств. Василина Афонина выступила на фестивале уже второй раз. В этом году ее соперниками стали вокалисты из Казани, Москвы и Нижнего Новгорода. Оценивали участников Родион Газманов, Дина Мигдал и Константин Бурдаев. Василина представила две композиции на английском языке. Песня «Деви Лават» из «Тон Колод» более сильная. Можно показать свой голос, все эмилизмы, вокализы и так далее. А вторая песня Тина Терна, «Simple the best», она зажигательная, яркая, такая классная. И судя, чтобы развеселились там тоже. Василине присудили два диплома лауреата второй степени. Еще одна воспитанница детской школы искусств Ксения Занина получила диплом лауреата третьей степени за песню «Российский флаг». Для девочки это первое серьезное достижение и стимул совершенствовать свой талант. В эти дни в Нижнем Новгороде также проходил фестиваль «Твой выход». Саров на нем представила еще одна воспитанница Анжелики Ермаковой Лиза Шестопалова. Девочка выступила в номинации «Джаз» с композицией «Папа играет на трубе». Мой преподаватель Анжелика Анатольевна очень волновалась о том, как я исполню импровизацию. Но когда я вернулась с конкурса с лауреатом первой степени, все волнения часом пропали. Я сама очень сильно волновалась, потому что было очень много достойных соперников. Они все выступали очень красиво, и исполнение было плавное и очень динамичное. В планах Лиза продолжит работу над песней, чтобы выступить на конкурсе в Казани в мае этого года.